Паважаные сябры, Вельми рады, что вы сегодня разом с нами. У доме, где живет душа поэта Максима Богдановича, Душа, обогретая небесным огнем, Где учить ягонное слово, Где чуется ягонная песня. Коли нарожается человек, У небе запаливается зорка. Зорка Максима Богдановича запалилась 9-го снежня 1891-го года. И 128-го года эта ясная зорка светит у всем нам. З ясного неба. Максим Богданович межвольно притягивает для себя всех, Кто его любит и кто поважает, Кто его ведает и кто выучает, Кто объем пишет и тех, кто его читает. И тому сегодняшнее мероприемство мы назвали «Снежинские читания». Вечно светлый и вечно дужый, Вечно юный, як наша земля, Мы тобой гоноримся и плачем. Мы несем тебе у сердца праздым, Низка голов схиляю, Юнача перед вечным глаголом твоим. У Ладзимир Караткевич Богдановичу, Пауторах гэтала верша, Саховывается у фондах нашего музея. Творчасть мастры белорусской поэзии Максима Богдановича Гэтай свет при гажосте и гармонии. И он, вядомый, як паэт-наватор, Празаек, судомный перекладчик, Тонкий и удобный крытый, Юсторик и теоретик литературы, Публицист. Яго верши полная шырых, Цёплых, хвалючих пачуця, Адзначная тонким психологизмом, Музычнастю, эмоцейнастю. У гэтам мы сёне пасправуем Вся разом и пыльница. Пачынаем с прыветанья И веншаванья со святом Ад калегал Минского литературного музея Прыветальная слова Ад дыректора Михаила Александровича Барановского Вида прыветанья Я хотела споткаться с вашими улицами Тихую, синий нож И сказать Бачите, это и буйные зорки, Ясные зорки геркурица, Да их летит наше солнце И несеться солнцем земле. Кто такие? Только подорожные, Попутники сирот небес, На что ж мы земли, Сварки и сбатки, Боли урышки, И всем разом летим до зор. Привтаньте, поваженные цепли, Уваженные коллеги, Рады поинтересовать вас Под имя супрационника литературного музея Максима Богдановича, С Днем на Родину Нашего знакомитого поэта. На жаль, мы не можем Сегодня быть разом с вами, А я, как вы бачите, Мы омарь оброгу Знаходимся, Тому сердцами и думками Мы с вами И разом с вами Означаем Это великое Свято. Удачи вам Ваше мероприемство, Счастья Уже другий раз Нас пришли повеншавать Самые маленькие сябры За целый год Яны подросли, Набралися розуму И Пытали Алена Освана, А коли вы покличете нас И снова в музей Верши почитать? Сустра Катя Верш зимой Читает Джанфиром Михаил Михаил Максим Богданович Зимой Здорово морозный Звонкий вечер Здорово Скорбучий Мягкий снег На темнеле Стихнул ветер И болен Легкий самый бег Як мары Белые берозы Под синевой Лучной Стоять В небе Зорки От морозу Похолодевшее Дружать Бегодный Весят стуль На поле Прозрыстый Светлый Стоп Спустил И Рызый Сремного Раздоля Сняго Синейших Покрыл Узрывайте Ж Их Снями Кони Звени Веселых Бом Уметь В околы Лятузь Бары И гони У грудях Пожал Кровый Пес Молодец Верш Вадяник Чытая Ярмак Софья Максим Богданович Вадяник Сивавусы Сгорблены Я залег Меж стены И гадами Грыюся Сплю На дне Раки Тварь Травой Облутаны Бытцем Павутіны Засыпаюць Грузі Мені Жоўтые Пяскі На двадолі Берага Тихо Спіця Солка І лаза Заленая Жаліцца Шуміць Хавалі Тихо Посяцца І бягудь Далека І ўсю Навапу Сном Адвешнім Спіць Дякуйць Спадзаюся Што наступнага Маладога Юнака Чытальніка Кліша У музейні Аліна Йосифуна А выключна Гонор І сумлення Вешкніга Чытая Рапінчук Жені Максим Богдановеш Кніга Псалтыр Пакрыту Няжорсткай Бурайкожай Я взял І срэбнае Зашэбкі Адамкнул Перачытаў Радкі Кирыльцы Прыгожай І воску Зладанам Прыємны Пах пашоў Вось Псальма Слічная Як той Олень шукае Крыніцы Чистай Так Шукаю Бога я Як вея Свежастю Екраса Жывая Як радасно Спешыць Далі Душа Мая І башу Я ў Канцы Нехіцрую Прыписку Што кнігу Гэту Рап Божий Дяка Гапон Дзяля души Спісаў Умесцы Балкавыцку Урок Сем Тысяч Сто Восьмы Спашатку Дякую Дякую За свое выступление Я натрымовуць дипломов Гэта Їхня Ініціатыва Гэта Сами Завсёды Імкнуться Прочитать Верши У музея Максима Богдановича Гэта не по сценару Такое Пытання Год таму У вас У классе У вас так Была Одна Прыхожая Жанчина Тут Все Прыхожая Жанчина У музея Позналі Вае Поглядзіцца Уважливать І не Глядзіцца Глядзіцца Гэта письменница Приходзла Да вас У гості Кніжку Подарвала В школу І звуть її Як Глядзіцца Як Завуть Глядзіцца Глядзіцца Машима Перед собой Познали Глана Скажунська Савицка Познали Все Вельми Приємно Что познали Так долго Шукали Шукали Конечно Стільки Прыхожих Звучат Жанчин Там Шукали Так Ярмат Софья Джангиро Михаил Рапинчук Женя Дзякуй Візітной Карткай Кожнага Мероприємства З'являецца Не толькі У нашому музею Але Амаль Баусюй Республіки Широка Радомай Песній Славуты Раманс Зорка Венера Зашла Над землёю На слову Максима Богдановича Раманс Выканая Студентка Першага Курса Беларуская Филологія Лейко Александра Беларуская 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 «Беларуская» Беларуская Об�� Беларуская Беларуская Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Перш ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Помню, и шла я дарат у шахутка, Пахлядзеть, як гарать ведьмаки. Торки чую, гукая марутка. Бач, агата, красунчик який. У задумения, марудной ходую, У вабраны у шалом золоты, Ехау ён на кані саматою. А прыхожа, як юры святы. Шмат от гэтын минулась ачаса. Ах, каля бы и знову поведаці коня, И ўбранца пакрасу, И знайомую сэрцу пастать. Есяць жудзень за днём у акунца, Ды прадуа прикрыла кужэль, И гудзіць, всю гудзіць, вера тёнца, Як у полі далёки метель. Ах, чаму я, на што змарнавала Так свае маладыя гады? Ах, чаму я, на што не спытала, Хто юн гэткі і едзі куды? Толькі б зведаць, із восклу фігуру, Я найменям яго агрышчо, Выйду ночу на поле у буру, І закляття свае на шапчу. І про свист, про згудзенья бетрыска, Тиро шум прадарожных ракет, Я почую так близко, Так близко гук знайомы От конських копыт. Не забыть мене, Что спася не трачу, Что душу варажбою гублю, А не знай, Я гуя побачу, І нарэште скажу, Як люблю. Музычна пауза. Закрылскі Александр Михайлович, Кіравнік Народнага клуба Творчай інтелігенцій Грані, Паэт-музыкант, Віконавця аутарських пісень, Сустракайте. Песня на верш Максим Дановича Сборника «Венок» Визийский верш, Холодною ночу я, В Широким тёмном поле, Коля огни шалёт, И стихнув упав снег, Огонь всё слабеў, И врешць зник по воле, И враз родилась я весёло, Музычна пауза. Музычна пауза. Хай, шара дагадзин, Панудык нудны шары, И як попел на душу, Мні клалася ввешаў, Хаваючі сабой агонь, Галачай веры, Хай не видаць яго, А ўсё шпіон не згадзь. Музычна пауза. Хай, шары попел ты, Огни шаў сё сабой, Мня долгий час долеў, Я грызаю покрыць, Я ведаю, што таў, Огонь дрыжыць под ёлёю, Я ведаю, што таў, Широны жар галиў, Хай, шара дагадзин, Панудык нудны шары, И як попел на душу, Мні клалася ввешаў, Хаваючі сабой агонь, Галачай веры, Хай не видаць яго, А ўсё шпіон не згадзь. Галачай веры, што таў, Галачай веры, што таў, Галачай веры, што таў, Пау снеў, Огонь ўсё слабеў, И врежьте зник во вновь, и разродилась я весело, мне, как мне. Хай, в шаротах один, по нудрых нудных шевы, Я копил на душу, мне плавалось обещать, Хаваешь и собой огонь, хорошей верой, Хай, не видать его, а все ж спил не злазь. Час нараджае героев, и час нараджае геньев. Яны приходят тагды, калі без їх самах вярнасті іншым не выжыць. Яны узнімаюць дух у паніклых, яны акрыляюць з невераных. Максим Богданович, поэзія, слово ягоне, даюць нам надею. Не смело, я теперь ставлю под оповедальними, вершими и статьями свой подпись. Максим Богданович. Хочу и соромлюся, и боюсь, и не могу поставить ваше имя. А мне было б радостно до боли бачить его побольше своими. Яши, дитёнкам, я чу, что ёсь на небе двойнятки зоры, Которые так близки подмиж собой, И так суцельно зливают своё светло, Что нам сдаются одною зорой. Доля их – это ж наша доля. Вы и сами тоя неприкнашайши Так много дали мне, Так наполнили собой моё життё, Что лишь могу я отказать. Заглянувши в свою душу, Что там ваше и что мое, Вось, чему я почуваю себе виноватым. Как я оставлю под розными творами Больки свой Макис. Максим Балданович. Али нехайши ведают люди, Читаютши их, Что гэта им зорки двойнятки Святили одной зорой. И он был высокого росту, Боль за метр девяносто, С правильными рысами твару, С хвалистой прычёской буйных Каштановых волосов, С одуховленными ватшима, Якие то сдавалися тёмно-блакитными, То загоралися карычневыми искарками, И тагды становилися карыми задуменными. И кажуть, што неводная, С дайшовшых до нас фотографий Нават близко не передае О баяльности гэтаха чалавека. Верш двойнятки прочитал, И у роли Максима Богдановича выступил Студент первого курса беларуской филологии Андрей Дуйко. Мой землях! Про это догадался, Коли пришёл на репетицию. Так, и вы решили сделать такую сцену. Гудяку велике, я думаю, што у нас отрымалася. Спасибо. А в своей задумце Максим Богданович Поведомил Сметраху Беадулю. Наступная. Я задумал твор на тему библейских мифа. Гэту тему навела мне война, Гибель миллионов и мой ласный лёс. Балладу «Стратим лебедь» Чытая поэтэса член Гродинска областного отделения Союза письменников Виктория Смолка. Максим Богданович «Стратим лебедь» Не о нём у трубу струбил, С хмары Бог старому ною говорил. Полна с краем чашал небу майго, Целецкие храхи и безжинности. Пусть надойдзе часина суворая, Линуть з неба потоки безмерные, Як мыюць от бруду смуроднага Всю землю яны, Велый вольный свет. И почав тут ной Будаваць каучех З дерева Ларинского. Ширки там у каучеху сто лактёв, А у дужки болей тысячи. И собрал туды ной, И птах, И зверо, Каб не звёсся их рот земли. Каб не звёсся их рот земли. И кап не плыл тым з мора синя, Гастратим лебедь гордым, Моцным тах. Звычай яго арлиныя, Яго утехи сакаліныя, Перьи перьечки перенеюць, А нады наздонку агня леюць, А у яго у крыле триста три пяра, Узмахне крылом быць самбо шуміць, Узмахне другим, Што мятель ходить, Як учной дожжи потякла вода, Разлилася хорж от паводка, Затопила усе мухи лаги, Все луги лаги, Все лясы пары, Уздымаецца в уши от гор, Птушки стаи над ей лётаець, Ень же жаласно, А днуды крычаць, Выглядаець туль паратоначку, А по усёй земли Тольки хвали бьют, Тольки хвали бьют, Белой пеной двоих смел, Души плавая, Стратим лебедь гордый, Моцный птах, Узмахне крылом быць самбо шуміць, Узмахне другим, Як метель гудіць, И на селі тут на лебедя, Птахи дрогныя, Усёй стаею, Леві силы выбиваюцца, Птушки аж нау стяшаюцца, Теньян плавав, Другі трэти дзин, Наша цвёртый стал просить, Маліць, Узлятіця вы, Хоть на час, Які выбиваюся я за статних сил, Дайте вы грудзям, Гэй вальнею вздыхнуць, Дайте вы крылам, Гэй ширею взмахнуць. Мы послухали птахи лебедя, Патямнело ў яго у вачах, Крылы брысті надламаліся, Галава ў ваду апустілася, І пайшо на дно мура сіняга, Стратим лебедяць, Моцны, Гордым тах, От усіх тепер Патонкі ёсть, До няма адных, Стратимав. Моі драгі, дякуй вам великий, За той, што вы мене так тихо выслухали, І мене було так радістно з вами подяріться Словом Максима Богдановича. Саправдывыць я чітала гэте, Радкі сумныя, А на душе ў мене було такоя счастья, Такая радість, што ёсь Максим Богданович з нами, Што живі яго пісня з нами, Пакунь мы ёе носім у серця, Пакунь мы ёе біражом у серця. І саправдыв, Максим Богданович, ён нам усім родны і близкі, І тому што ён народзівся на нашій землі беларускай, Нашій століці, і тому што ёго моленства азарыла нашу город, І тому што мы всеродны, Мы всі діти Божі. І адночі ў зімовый вечір в Снежинскі я сиділа дома, І у мене з'явилася така традиція светлая, Дарить людям родным, нам усі святы, Паштолки з вершаняткової дюнки. А першу свою паштолку, чому з вершаняткової дюнки, Тому што веш, вершанятка, як душа, Як ая на великих талунях божь маленькая, А ліх эта душа, коли раскрываю своі крылы, Для того, каб обдымай свят, Я нас завсюди близкая до высокого неба, Я нас завсюди близкая до Солнца. У їй дюнці з'являється проміншік Светлой любові, і хэт і проміншік Вершаваный родок. Те вершаваный родкейки нам дарю, Максим Полтанович, І мені захотілося подарити йому Такі вершавані родкейки, Отпусти ты його! Такой вершанятка у дюнці За светлым проміншиком У город, який он народівся, І пакінуць гэт і промінші І тут, у городні нашій, Якою азарила я гумаренства, Гарадзенскага сэрцца послання Вершаняткава дюбка прынесла, Перадайте моє прайвітанні В тіхий вечер бя снежному ненску, Што снежинка яз нічкай бя звашкай Надгородніє небо сумує, Расскажіть йому, каі ласка, Хай над муснами Бог адракує, Хай снежинка душі заискрыться Над музейной Максимовой хаткай, Гарадзенці, Хай снежній століці, Замунає моє, Вершанятка, І я ше, я лічу свою задачай, Життєвой, Істістя жінкай своєй, І, канешні, Жить пошукам, Пошукам любові і святла, Гэтым пошукам жу Максим Богданович, Любовацься прохожостю гэтого свєта, Чистай красой, І радоваць тому, Що можна назбираць завсюди Букет волошак, Любимых клеток, Красок, Чистых красок, Максима Богдановича. Я волошка, а не ружа, Я не мора, а крынічка, Я купалова дачушка, Я Максимова сестришка, Заспіває серця дивна, Заспіває на світанку, Ты расчулиться, родима, На почутую веснянку, Так расчулиться, як мама, Ти як мара чаромница, Песню родную я маю, Каб'єє красой натхніцца. Стягуємо. Верш Максима Богдановича «Над мором», Читая, поэтэса, празаек, перакладшик, Старшыня Гродзінського обласного отделения Союза письменников Беларуси Людмила Антоновна Кимыч. «Над мором» Учораща буры раскаты грымелі, Выв ветер солёный, Насілися чайки над мором, Як белые снежные ком'я, І тёмно-зелёные хвалі Увышу взмывали стяною. Рассыпавши белые кудры, Взмывали, катілися у моры, Одна за одней набягали На дікі обрывісты бірах. І бурые скалы трасліся, Волі хваля, Налюнувши, Впалые грудзі, Висока у гару падымала, Змываючи з серця всю тіну. І ўсё, Шта ўім спала глыбока, Тады прабудзілася разам, Взробілася цельным, Магутным, І чуў я, Свободны і моцны, Так чуў, Шта і я чалавек. Мінулася грозная бура, А мора да сюль яшча б'ецца, Безмежным свінцовам абшары, Вздымаюцца дзені дзе хвалі, Ідуць без надзеї, Без волі, Панура да берагалюнуць, Аб скалы удараць бассільна, І згінуць з глухою нудою. Шкада мне вас шэры ахвалі, Шкада ўсёй душой надарванай, Всім сэрцам ўжо апустелым, Выж, Родныя сёстры маўе. Пайтычный талін чалавека Здольны адкрыць не толькі цэлый незвычайны свэт, Пронесі нас ў свэт мифаў, Легендаў, казак, чаралў, Але і створыць дзевосныя гісторы, Романтичныя, героічныя, Або трагічныя. Одну з таких історий Расповідае скандинавская баллада. Алексей Михайлович Пяткевич, Литература знаўца, Литературный крытик, Профессор, Сябра Союза беларуских письменников, Поэтка-празаик, Литература знаўца, Доцент, Сябра Союза беларуских письменников, Алла Миколаевна Петрушкевич. Я хочу звернуць вашу увагу, Как текст таким прочитаем лепш, Успрымався, Што верш гэты написаны па мотывах. Яких? Справа тым, што ў Багдановича ўсць великий цыкл вершов, Написаных па мотывах творчаці розных народаў. Вельми цікавы цыкл, Па мотывах японских, Па мотывах испанских, Щербских, Украинских, Русских, И многих інших. Наш верш па мотывах скандынауских. В Скандынавии пановали так званые саги, Подобные на беларуские падании. Это творы про некие жичёвые гисторы, Та ёмнічыя, И трошкі страшныя, Часам ге историчныя, Які здарялися ў жыці мінавіта гэтых народаў. Скандынавскіх, Там, де скалы, мора, Де живуть прыгожыя і моцныя духам людзі. Была інгеборх, Як сасонка страйна, Так ветер суворы пее, І горькую долю пазнала яна, Шкаданам, шкаданам яе. Не слухала матки, Не чула альца, Так ветер суворы пее, Шкаданам, шкаданам яе. У чужую пее, Поехал Аскар старану, Так ветер суворы пее, Надолго не ресту, Покинул одну, Шкаданам, шкаданам яе. Шмат дён пранеслося, Шмат долгих ночей, Так ветер суворы пее, Шмат слёз пролилося, С дзявотских ночей, Шкаданам, шкаданам яе. И вестки празгод До Аскара дайшли, Так ветер суворы пее, Шпить моцна, Твоя інгебор у земли, Шкаданам, шкаданам яе. И горка Аскару зробилася жить, Так ветер суворы пее, И он кинулся у бой, Как невесту забыть, Шкаданам, шкаданам яе. И вось напоткал, И он смиротный удар, Так ветер суворы пее, И умер празг невесту, А дважный Аскара, Шкаданам, шкаданам яе. Сумую паиму, Ингебор без конца, Так ветер суворы пее, Не маўсю Аскара, Морского бойца, Шкаданам, шкаданам яе. Над мором нависла скала, Як щена, Так ветер суворы пее, Шкаданам яе. Шкаданам, шкаданам яе. И бачить нареште, С далёких земель, Так ветер суворы пее, Увесь чорный Аскарау плыве, Корабель шкаданам, шкаданам яе. И кинулся, крыкнувши, У мора, Шкаданам яе. И кинулся, крыкнувши у мора, Яна, так ветер суворы пее, И ўжо не паднялся, С ёмного дна, Шкаданам, шкаданам пее. Ясное светлое небо Подаровала нам, поэта, Максима Богдановича. Те не в суд на гэта земле есть? Конечно, не в суд. А вы верите отсуды? Верю. Верите. Отсуды так само здясняются У наше музее, Только не чародеи здясняются, Нет, а звычайные люди. Песменники пресвачаюць Максиму Богдановичу Свае верши. Музыканты, компазиторы, Пешуць песни. А ё сешэ люди, Які недамы, У 2016 годзе, Так само здейснялицу. Гэта вэпстуды и квадрат, Якая падаровала музею Максиму Богдановича Сайт. Вся кампаняя и квадрат на той час, В 2016 годзе, У наше музее. Сёня, Нас присутничаюць, Маркетолах Татьяна Гаурылова. Так, Вось Татьяна, Гарилас, аплодисменты. И менеджер Артём Фелькевич. Ё нальхтуецца, Да своего выступления, И ў яго выканані, Прагучыць, Неадавна падшутая, Скандынавская. И вы послухайте яркий верш, Покладеный на музыку. И мы, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Алена, вам великий дядь. Как бы не вы, у нас целиком не было виртуально. Она нам эту любовь привела. Потому что я и студентка так само. Все сразумели. Вы можете поглядеть так само. Звычайно мы сядем в этой зале, не знаю, как она выглядит. Потому что там за сюда креслы. А так и гостевня наполнена экспонатами. Это гостевня, кали ласка. Я еще прохожей выглядаю на вашем туре. Что саправды. Можно сейчас? Жан, лучше покой. Можно зайти на расставку, все готовы бачить и поглядеть. И не только городенцы жахары Республики Беларусь, а и гости из Замежа. Все могут бачить, виртуально побывать в нашем музее и приехать сюда. Виртуально. Виртуально, так. Приехать виртуально, а может быть и набыть билеты и приехать в Гародню. Можем мы протягнем? Великая любовь живет в народе поэзия Максима Богдановича. Да, его самого, как особый, человек отельновитого и самоотданного. Каждое поколение снова и снова открывает для нас велич особого Максима Богдановича. Незвычайно храство его лирки. Его творы перокладены на русскую, английскую, болгарскую, латышскую, литовскую, немецкую, польскую, украинскую, французскую, испанскую, сербскую и г. д. д. Можно пераличивать без конца мовы. Сегодня у нас есть возможность послухать, как верши Максима Богдановича гучать на мовах наших соседей. Верш слудские ткачихи на польской мове читает Дмитрий Радзивончик. Дмитрий Радзивончик. Ткачки слудские. Загону ойцов, з хаты милой, Абы съем множил паўски збыток, На двор загнано ёе прес силе, Кажоц ткач пасы злотолите, Оттонт в мозоле длуге лята, дзевченцых снув запоминаюц, пышне материе на варштатах на перском модуэм пильне ткаю. А там за окнем лан зелёный, небо усьмехася безстроско и гоняў думки на прегоны ку вёшне над родзиму вёском, где блыска зборже в ясной далі променнем моджом сябловаты, где хлодным сребрым швенцом фале реки пленомцей з гур горбатых. Чемнеје бжэк зэмбаты бору, і ото рэнка мімовольне заміаст учоных перскіх взорув зачына ткаць буаваты больне. Дякую. Умачэне Адеуш Крощелевскі. Дякую. Дякую. Санец памішка скоў егіпецкай зямлі на англійськай мовіць шытае Кацярына Багданович, супрацовнік нашага музіня. Дякую. 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 Успел и упал, тож лежи, отдыхай, наш земляк, ясное солнце, Тоби море шумить, кипарисы в горе, память наша живе, Ти открыл нам в оконце, в белый свет, до высот, до Венеры зори. Дякую. Романс «Зорка Венера узошла над землей», прочитая на болгарской мове Саучук Олеся Ивановна, наместник директора по науковой работе в Гродзинских и Державных историко-экологических музеях. Жанна Исподарская, я сама вызвалась прочитать какие-нибудь вирши, и, пожалуйста, сказала Алину Сминя, что по-польскому попробуем. Я все это работаю на вове, что по-польскому по-другому, але я говорю, что это не то, как-то он не Богданович. Ну, тогда, поскольку я в университете сирот сучастных славянских мов выбрала болгарскую, я выросла, да, посправлю по-болгарски. Вот, коли я обачиваю пероклад романса Христа Попова, ну, мне подается, что вот этот пероклад вельми близкий до оригинала. И ритм близкий, и вельми по сенсу. Я вот зарубила обратный пероклад болгарской мовы для себя, чтобы лишь разуметь на белорусскую, и на вот как у Богдановича четвертый родок, он повторяю перший. И настолько подобно, что я забажилась, побывала на саммите, и починала по-болгарски, и раптом я чуваю, что я уже далеко тягу по-белорусскому. Причем перейти можно было практически с любого родка. Потому, чтобы все-таки не перейти на белорусскую мову, а до конца дочитать по-болгарски, я буду персобой пробачить Олег Ромать книгу. Причем тут крайне познав и немил, что ты был вам, свое-то обич сердце то стоял, но что? Вот та звезда, что был дом, крайне познав и немил. Некий Венера с изрем и смолчанник, наши ты поглядит там, да сплетен, даже воскресный звоник, любовь тайн, некоей не рассозрел. Дякую Велике. Не может быть в городке все равно передалеку. Дякую Велике Алиси Иванова. Санет замерзла ночью, шпаркая крыница, обчитая дитячая письменница, член союза письменника Беларуси, Ганна Скоржинская-Сарицкая. Не ближчить учась мерканье И в глубокой темне ночи Деяментка штоуны. А я белым днем красою Нам чаруя вабить в очи Плески его тудовны. Бо калена в этой камень Упаде променне солнца В раз он близне дзивна. И веселковые искры сыпать Пач не бесконца, Ярка, пераливна. Так здаецца взмрокус Ночи темным и народ мой родный, Бедным и несчастным, Алия кустанья солнца В раз прочнется дух народный И засветит ясно. Санет замерзла ночью, шпаркая крыница, Читая, читая Татьяна Лошок, Педагог-историк, письменница Конечно, что хиромантичный поэт, Как Максим Балдунович, Не мог обменить великолепную Форму санета, И тому народился Наступный шедевр. Замерзла ночью, шпаркая крыница, Твоя пора, зимовая, Плуда, Тепер дня малжу руху ни следа, И зверху тонким слоем Снег для вложиться, Дым все дармо, Бо там, падгим, струится, Магутная, живучая вода, Чакай, я ей ще пройдя чарадар, Здалее хвалял хор, На вольный свет прабиться, Прыклау я гэтый символ До сябер, Схилюшуся в несильной боротьбе, И разгадал природы родной словой, Як промолчу, Бо кожны з вас, поэт, Рассетиш Самый легкий змог про мову Своей души Туды Паралитий свет. Дякую, директор А.Семкин. Санет. На русской мове Что из того, что стих в душе кипит, Читая Глямботская Светлана Валентиновна? Санет. Суровый дан Не презирал санеты Александр Кушкин Что из того, Что стих в душе кипит, Он через холод мыслей протекает, И тут лишь твердость формы обретает, Как воск, Что при гадании воду влит. Поэт всегда обдуманно творит, В тот миг, как волчуство грудь вздымает, С мирилом ум холодный выступает, Он взвесит все, проверит, прощает. Таков и ты, чертящий над землею, Ночное небо яркое дугою, Блестящий золотистый метеор. Горишь ты, Оплавляешься, Несешься, Весь в искрах огневых За кругозор, А в глубине холодным Остаешься. Верч, Кали полосу огневую, Чытая Михалович Милена, Студентка першыха курса Хродинсках одержавных Университета имя Ярки. Кали полосу огневую На заходе солнца проходе, Пакинувши вежу старую, Усад королев на выходе, Вось чмир прогуделок самидны, Вось ярко-зеленая мушка, И врежте с краиной блакитной Лятая маленькая обтушка, Як чудная она забавая, Что есть весна и каханье, И счастье без меры, без краю, И пирше хворот шастанье. Моркотно глядеть королевна, Так сердце жадая любови, И хмурить с огурой гневно Король, посевевшая в рове. Напилось солнце, Сокрынись студенок, Читая, член литературных объединений Надея, Озерова Наталья Васильевна. Напилось солнце, Сокрынись студенок, Устягнула в вышу с их воду, Як пар, И взлетевши шпарка По променьях тонких, Пар взробился С лично шародой хмар. Утальяны помкнули, И летуть под ними Нивы, дубовоты, Поле, бор, Лука. Али что там ближче? Цениты, Састрыльца, Цениты ли ешься, Сребная рака? Загремели у хмары Гулка привитаньи, И далёко буйный ветер Их понёс. Рынули сахмары Дорогие родимые, Извелися с ёёю Ливнем кропель слёз. Спасибо. Максим Богданович, Маэстро Санетов. Худка. Вянок Санета у книга под такой назвой Выйдя аутр якой Наталья Васильевна Чаклина Харбачёва, Члены Гродицких Ритературных Объявнаний Надея. Яна почитая Свае Санеты. Конечно, Вся эта книга, Которая на выходе, Вот я думала, Принесу сегодня Первый суток, Ну, не успела же, Не сделать. Вся книга, конечно, Вдохнадрена Санетами Богдановича. Венок Санетов. Моя давнишняя Мечта Его создать. А у книги будет Два автора. Я Иллюстратор, Автор Обложки Иллюстрации, Моя правнучка Павлинка, Для которой Родной язык Белорусский. А для меня По-русски Пойтись. Я пишу По-русски. Я Гляжу на Неманские Воды, От Тоски И Горечи Лечусь. Жажду Научиться У природы Постоянства И Покою Чувств. Вот Еще На Реку Полюбуюсь На Байдарке С берега Взгляну. Можно Землю Полюбить Любую, Только Сердце Выбрало Одну. Летний День Безоблачен И Ярых. Позади Пора Ветров И Бурь. Ах, Как Жаль, С собой Тетради Нет Воплотить В очередной Сонет Яркую Ильюльскую Лазурь От Судьбы Полученный Подарок. Мы Идем К Новому Году Зимний Сонет. Смогу Ли Чувство Передать Сонете. Вот Снова День Решительно Растет И Все Быстрее Кружится Планета Встречает Долгожданный Новый Год. Мороз Скрипчает, Утро Настает. Через Белейший Снег Мелькают Лыжни. Луч Солнечный На них Нежданно Брызнул И Яркой Радугой Сверкает Лед. И Удивляешься Как Прежде Жизнь Стремишься Вдаль Вдогонку Быстрых Лет. А Снег Пушистый Завитает След И Пахнет Неожиданно Весной И Молодость Моя Опять Со Мной Но Вихрем Мимо Пролетает Лыжник. Я Хочу Сказать Что К Концу Моего Девятого Десятка Поскольку У меня Девять Правнуков Вот Эта Книга Будет Тоже Девятая Благодаря Боль За все На свете Жадаю Я Алина Эдмидуна Савиц Доцент Литературознавца Литературно Крытого Одна З моих Болых Студентов Кольской Филологии Виктория Месюта У верши Пресвященни Максиму Богдановичу Почаровала Такими Ратками Я Померла Разом З вами Одна У Ялти Отсухо Отмагня Кожний Раз Трилами Душа И Скончится Веток Мотив Смерти У Воскресенья Вон Я Бо Натуральны Гармоничны Решечку Можа Быц Экранальны Для паэтаў Их Написнёвнікаў Аля Мотив Наряджуні Дзіцёнка Йон Іншы Йон Світальны Йон Благаславёны Йон Зрештэ Світлоносны І святоносны Бо што можа Быць Лепшым Святійшым Загэдэц А тамбучка Ліпра гэта Гаворыць Шыруя Марець Мроець Паэтмушчына Малады Пакі Рахманны Пираніна Максим Бождыщаў На свёте жыдаю я Бо ў мене Был свой дзіцёнок Маленькая даджушка Не мауляшка Аня Максимова Такая Прыгорненькая Тёпленькая Мокренькая Шчурнамі Благодаря 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 Дастоўна Глушынска Полова филологічна Факультета Не хочу пакривдзеў Русской филології Так, всё Дякую Велике Пираклад Максима Богдановича С французскага Поэта Поля Верлена У Поля дзікім И апустелым Чытаю Алла Петрушкевич Памятайте У кахані ёсь Два баки Адзім той які Кахае А драгі той які Дазваляе Собе кахаць Аказваецца Так не толькі У нашым Чалавэчым Зямнам жыццет Там Так сама Гыдаўша Украіні Сценял Мараў Украіні Мёртвых Довеш Щыра веру Што пиры стварэнні Максима Богдановича Знашла прагажэйшы Чым Рыгнал У Полі Дзікім І апустелым Проходят ночу две мары у белых. Мертвы их очи, блядны их чолы, Их слова с вузнау взлетают к волы. Про наше счастье ты пометаешь? К чему теперь ты это ждешь? Тебе, все сердце, хоть против воли, Як чуешь имя мое? Николи. Весело, моцно и так прыгожа Кипела наша любовь, быть может. Синело небо, росли надеи, Надеи не мажут, и день темнеет. Так шепшусь мары у круг дол, а у совы И чуе только ночь две словы. Слухая музыка. Александр Михайлович Макрёвский. Гали ласка. С низкой вершем у Зачарванного царства. Привет, да держит все на воле, Над головой дубов поверь. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И ром, милый безробица, Стареет яркий блеск и тень. Той день, что мая народится, Изникший день, изникший день. Той день, что мая народится, Изникший день, изникший день. И ром, милый безробица, Стареет яркий блеск и тень. Той день, что мая народится, Изникший день, изникший день. Той день, изникший день. Изникший день, изникший день. И ром, милый безробица, Изникший день, изникший день. Старая лонгс, мне просто старая лонгс. Кинь вечный плач свой от вскоронцы Не обжжёшь о тёмной ночь жуты Не обачишь, что глядится солнце Люстерка месяц золотый Ты не заснешь, ясная зараночка Ты еще светишь родный край Беларусь моя, краина-праночка Встань, свободный шляк с обе шута Не сгасло солнце, солнце глянет Пусть их подымет, а до сна И он в этот день, ясная зараночка Ясная зараночка Ты не заснешь, ясная зараночка Встань, свободный шляк с обе шута Я под яей зимовой маской Под снегом башу ворвя сны Ты не заснешь, ясная зараночка Ты не заснешь, ясная зараночка Беларусь моя, краина-праночка Встань, свободный шляк с обе шута Ты не заснешь, ясная зараночка Встань, свободный шляк с обе шута Беларусь моя, краина-праночка Встань, свободный шляк с обе шута Встань, свободный шляк с обе шута Максим Багданович покинул нас вельми молодым Але ясной зоркой з неба светится ягоная паэзия Выйдзите у вечары, выйдзите у ночи, гляньте на растюшая зорная неба Самая яркая зорка, зорка Максима Багдановича И за это мы ее назавжды удячны Я удячна всем вам, что вы допомогли нам подрихтовать такое мероприемство Я думаю, что все мы отримали асалоду Я хочу еще раз у всех запросить, кто принял удел в этом мероприемстве Студенты, письменники, калиласка Сергей Шевилько, зверните увагу, оператор наш Дякую ему, вы все застанетесь у нашей памяти У памяти нашего города и музея Катерина Багдановича, автор презентации Усе вы отримали Василинки Дякую Анастасии Грушевской Проходьте к вас ко все, заходьте Будете въедать до когось вертаться за такими приемными подарунками Дякую Степан Кичук, фотограф Дякую еще раз Иван Циркунович Дякую усим, кто допомог нам Кто нас поддерживал Мы за все отримовали шире слова поддержки И от себя собесно хочу сказать Я всех вас вельно-вельно люблю И просто дякую так само Богу Максиму Богдановичу Что вы в этом нашем асародзе И дякую же талиновитой особе Максима Богдановича В нашем городе стольки талиновитых людей Поглядите один однокомый у себя побоч Еще и сидит один человек талиновитый Кому все не дала слова И он не покрыл децнами Выкладчик Гродинского университета Поэт Анатолий Брусевич